Ну вот и все, детки. Это был последний наш с вами урок. Теперь можете отправляться на каникулы. Кто в деревню к бабушке кос пости, кто просто дома будет от скуки в носу ковыряться. Всем желаю отличного отдыха. Ура! Наконец-то каникулы! Поеду на острова в жаркие страны отдыхать. Там тепло. Хорошо. Да, и я поеду на острова. Буду там ананасы есть. Кокосами забивать. Что? На острова? Нет уж, не бывать этому. Я отменяю каникулы. Никто никуда не поедет. Но, мистер Балди, в чем проблема? Вы не понимаете, как это опасно. Сейчас я вам расскажу историю из своего детства. И вам все станет ясно. Однажды, когда у меня были каникулы, мои родители отвезли меня на... Что? Я говорю, на острова отвезли? Нет, к бабушке. Не перебивай. Слушайте дальше. Балди, мы с мамой едем в жаркие страны на острова. А ты каникулы проведешь у бабушки. Тебе тут будет тоже неплохо. Но почему я не могу поехать с вами? Ты не понимаешь? Это небезопасно для ребенка. Там много диких обезьян и малярийных комаров. Там сильная жара. И повсюду ползают змеи. А у бабушки тебе не грозит никакая беда. Скокотища. Альбом с фотографиями. Где я была прошлым летом. Мои веселые каникулы. Кажется, это альбом бабушки. Даже она путешествовала на острова, когда была девочкой. Как это несправедливо. Бабушка, ты, оказывается, много путешествовала в жаркие страны. Не могла бы ты мне об этом рассказать? Ой, лучше не спрашивай. Один раз я там чуть не погибла от голода и диких животных. Я еле выжила. Не хочу об этом вспоминать. Понятно. Бабушка, мне скучно. Чем посоветуешь заняться? Иди прогуляйся на улицу. И козу не забудь подоить. Но у тебя нет козы. Ах да. Тогда просто погуляй. Подыши свежим воздухом. Эх, скукотища. По этому лесу я гулял уже сто раз. Ничего нового и интересного. Да лучше бы я попал на необитаемый остров. И мне пришлось бы там выживать в суровых условиях. Стал бы голодным, нарвал бы кокосов с пальмы. От жары я бы укрылся в самодельной хижине. А если бы встретил диких животных, то я наточил бы острую палку и показал бы им, где раки зимуют. Чего ты ругаешься, Балди? Тебя кто-то обидел? А, Слендер, это ты, дружище? Я не ругаюсь. Просто я рассуждаю о том, что очень хотел бы отправиться в путешествие на каникулы. Потому что мне тут скучно одному. Но ведь ты не один. У тебя есть друг. Я? Да, но я мечтаю об островах, кокосах и диких обезьянах. А как же я, малыш? Малыш, ведь я же лучше. Лучше дикой обезьяны. Лучше. Но я никогда не путешествовал дальше этого леса. Ты понимаешь? Хорошо. Я устрою тебе веселые каникулы, раз ты так сильно этого хочешь. Ведь я могу переносить людей в пространстве. Правда? Куда пожелаешь? Только покажи мне фото того места, где ты хочешь очутиться. На острова хочу. Слендер. Хочу вот туда. Дай руку, дружище. Здорово. Мы на острове. Но он какой-то маленький. Да. Похоже, этот остров необитаем. А ты можешь перенести нас на другой остров? Побольше этого. А то тут так мало всего. Могу, но мы не взяли альбом с фотографиями. Нужно за ним вернуться. Хорошо. Тогда ты сгоняй за ним по-быстрому. А я пока тут позагораю. Нужно убрать этот альбом с глаз долой. Как вспомню чудовище, которое я встретила на том острове. Так сразу мурашки по коже. А где фотоальбом? Ух, что-то жарковато становится. Нужно построить себе дом. Готово. Готово. Теперь у меня есть надежное убежище от любых невзгод. Я тут ищу фотоальбом, который лежал в гостиной на столике. Вы случайно не брали его? Да, он у меня. Отдайте его, пожалуйста. Он мне очень нужен. А что ты мне за это дашь? Ничего. Ладно, бери. Так. И как же мне найти тот самый остров, на который я отправил Балди? Ведь они тут все друг на друга похожи. Ладно. Пойдем по порядку. Паклава, паклава, медовая паклава, кукуруза. Кому кукуруза? Медовая паклава, сахарная кукуруза. Это не тот остров. Что-то Слендер задерживается. Я совсем проголодался. Нужно добыть кокосы. Ну и высота. Никогда бы туда не полез, если бы не был так голоден. Теперь осталось дело за малым. Расколоть орехи, а потом выпить кокосовое молочко и съесть вкусную питательную кокосовую мякоть. Оказывается, это сделать не так уж и просто. Похоже, я так и останусь голодным. Попробую-ка я этот остров. По-моему, туда я отправился с Балди. Нет, это не он. Дорогая, давай бросим твой курорт и вернемся заберем Балди. Мальчику без нас, наверное, там плохо. Это нам без него плохо. А ему там хорошо. У него там такая бабушка рядом. Он за ней как за каменной стену. Да, была бы у меня такая бабушка. Я, наверное, бы и не женился никогда. Пойду поищу что-нибудь съестное вон в той чаще. Может, найду там ананасики? По-моему, кто-то притаился в кустах. Ах, а я не взял с собой палку, чтобы защищаться. Послушайте, долго объяснять, как и почему, но факт в том, что я отправил Балди на необитаемый остров из вашего фотоальбома, а теперь не могу туда попасть, так как все эти пейзажи островов очень похожи между собой. Везде океан, песок и пальмы. Лишь раз была на острове. Он был необитаем. Чудовища водились там. Как выжила, не знаю. Однажды утром встала я. Хотела умываться. Кокосики светились. Я начала смеяться. Послушай, старушка. Мне некогда слушать твои басни. Балди в беде. Покажи фото этого острова. Вот он. О нет, это гигантская змея. Да, она проглотит меня целиком. Я пропал. Где же Слендер? Я тут, дружище. Слендер, я больше никогда, никогда не хочу попадать на острова. Теперь вы понимаете, дети, как это опасно. И почему я не могу вас отпустить на каникулы? Но, мистер Балди, вы заблуждаетесь. Мы не едем на необитаемые острова. Мы едем на курорты, где комфортно. И все сделано для безопасности туристов. Там много еды, комфортабельные отели для проживания. И нет никаких змей. Да? Правда? Ну, тогда я извиняюсь. Каникулы не отменяются. Ура! И вы можете быть свободны, как только решите вот этот примерчик. Всем привет! Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали! Котик МКТВ, привет! Амина Слайм Кэт, привет! Тагира Сдоев, привет! Малена Нарекаева, привет! Сабзира, привет! Так, Жаздо, привет! Данил Кибаков, или Кибаков, привет! Мэджик Герл, привет! Ай-эм Юлия, привет! Патрик Макалик, привет! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Передавайте в приветах, ой, в комментариях свои приветы. Делитесь с друзьями в соцсетях. Ну и на этом все, всем пока!